Тема сакральной архитектуры, практического использования для ее нужд народного хозяйства, народ волнует давно. Основной вывод большинства альтернативных исследователей в том, что храмы использовались для генерации и дальнейшего использования энергии. На примере нескольких португальских храмах самостоятельно составим представление об их назначении как генераторов энергии. Монастырь псов господних баталии Доминиканский монастырь в провинциальном португальском городке с населением в 15 тысяч человек внесен в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что по официальной истории его строили семь королей с XIV по XVI века, по невыясненной причине его часовня так и осталась недостроенной. Слабо верится, что у семи королей не хватило времени и денег достроить часовенку их семейной усыпальницы. Устройство этой часовни в баталии удивительно напоминает магнетрон. Слева старинный план часовни, вплотную прилегающий к ней НЕФ, а также фотографии со спутника, а справа схематическое изображение магнетрона в разрезе и вид сверху. По виду часовня с НЕФом очень напоминает ключ Петра. Вот так конструктивно выглядит храм сверху, как некое устройство. Магнетрон – это широко распространенное устройство, основной компонент микроволновой печи, который генерирует очень мощное электромагнитное поле, способное плавить провода, взорвать яйцо, зажечь лампу на расстоянии. Для магнетрона основной и принципиальной частью является громадный круговой анод, в котором сделаны обычные шесть или более полых резонаторов, расположенных по кругу. Число резонаторов обязательно должно быть четным. Благодаря этому образуется так называемая стоячая волна, другими словами создается резонанс, что и приводит к огромному всплеску энергии. Тесла в своих опытах также добивался стоячих волн и резонанса. Он много раз показал, что применение устройств без резонанса – это лишний расход энергии. Судя по размерам, часовня должна генерировать звук. Также это косвенно подтверждается и горгулиями водостоков на стенах, которые разевают в ужасе рот и конечностями прикрывают уши, словно опасаясь воздействия звука. Примерно так же поступают, чтобы избежать контузии. Длинный неф с колоннами выровнен по оси с генератором звука, представляя собой направленную антенну для излучения сгенерированных колебаний. Принципиально он ничем не отличается от обычной антенны. В этом варианте колонны идут параллельно несколькими рядами. Заметьте, у антенны есть даже два боковых притвора, которые в плоскости образуют подобие креста, лежащего в основании всех готических соборов. Таким образом, часовня и неф монастыря в Баталии конструктивно представляет собой генератор звука резонансного типа, сходный с магнетроном и направленную антенну-излучатель. Главное – твердыня португальских тамплиеров. Именно так звучно именуют монастырь Ордена Христа в городе Тамар или в Конвенту де Кришту по-португальски. Как практически любой католический собор или монастырь Конвенту де Кришту, в Тамаре имеет большие подземные строения. Но в данном случае нас занимает сходство его архитектурного строения с монастырем в Баталии. Рассмотрим план, на котором можно без труда разглядеть мегатрон и направленную антенну. Стоит заметить, что устройство магнетрона в Тамаре более сложное, поскольку представляет собой так называемый коаксиальный или по-русски соосный магнетрон, в котором внешний круг резонаторов генерирует энергию и передает его внутреннему соосному кругу колонн. При осмотре обратим внимание, что колонны внутреннего круга расположены напротив резонаторов внешнего круга. Также заметим, что резонаторы заложены камнем, который является поздним дополнением. Он по грубости отделки сильно отличается от остальной постройки и в некоторых местах прикрыт картинами. В Тамаре есть огромный акведук, который ведет прямо в монастырь с западной стороны примерно к часовне. В современном Тамаре проживает около 20 тысяч населения, город вырос вокруг монастыря. Кажется невероятным, чтобы в древности население монастыря могло выпить столько воды, что ее аж надо было поставлять через такой огромный акведук. В самом монастыре можно найти только небольшие фонтанчики, которые не могут потребить такой поток воды. Да и тамплиеры вручную могли бы натаскать воды, вместо того, чтобы возводить громадный, многокилометровый и высоченный акведук. Такое количество воды может быть использовано только в промышленных масштабах. Это выглядит как принудительное водяное охлаждение гигантской схемы или как вариант в качестве носителя для передачи энергии. Все бытовые магнетроны также имеют принудительное охлаждение, что бывает хорошо слышно по звуку работающего вентилятора во включенной микроволновке. Обратите также внимание на круглое сужающееся окно, которое является выходным отверстием, формирующим направленный луч. В отличие от монастыря в Батале, часовня в Тамаре достроена и хорошо сохранилась, если не считать заложенных камнем резонаторов. Интересным объектом, который висит вдоль одной из колонн внешнего кольца часовни, является гигантская труба, похожая на органную. Смотрительница зала рассказала неубедительную историю, что раньше был целый орган, а вот теперь одна такая огромная труба от него и осталась. Вверх трубы уходит в кладку и, возможно, труба идет сквозь крышу, создавая тягу и издавая при этом звук. Длина трубы составляет 5-8 метров. Известно, что обычные органные трубы являются так называемыми четвертьволновыми резонаторами, то есть генерируют звуковые волны с длиной ровно в 4 раза превышающей их собственную длину, а соответственно от 20 до 32 метров. Посчитаем, при скорости звука в воздухе в 330 метров в секунду получаем частоту генерируемого звука. Это 330 поделить на 20 равно 16,5 Гц и до 10,3 Гц. То есть частота соответствует инфразвуку примерно в диапазоне от 10 до 17 Гц. Получается, что мы тут имеем дело с инфразвуком. Эта труба, по-видимому, является генератором начальных колебаний, своего рода стартером, а затем звук за счет резонанса усиливается в огромное число раз наподобие катушек Тесла и направляется через круглое окно наружу. Инфразвук имеют колоссальную силу и на эту тему создано немало исследований. Также можно самостоятельно проследить, куда направляется звуковой поток из монастырей Тамары и Баталий. И будьте уверены, они имеют определенную направленность и значение. Одним из основных символов католицизма, такие как ключи Петра, могут оказаться ключи от микроволновок или магнетрон-ключи. Поскольку они напоминают план нефа антенны и часовни магнетрона с его характерными резонаторами. Что до бороздок ключа, то скорее всего они накладывают информацию при передаче, подобно микрофону на радиостанции. Есть такая интересная тема, что звуковая левитация была технически осуществима в храмах, совершая чудеса Вознесения и другие подобные. То, что звуковая левитация – это не фантастика, а успешные эксперименты мы можем многократно убедиться. Вот вальс звуковой левитации. Левитация в звуковой стоячей волне. Она создается за счет так называемой стоячей волны и акустического резонанса. Рассмотрим явление более подробно и каким образом оно могло быть создано в храмах. На канале было неоднократно показано, как Медведев летал в космос. Это было выдано за рекламу, но не было объяснено, как было снято, что Медведев левитировал в антураже настоящей станции МКС. Однако в том же самом видео была показана эта звуковая левитация и названа частота, на которой она создается. Это был одновременно троллинг тех, кто в танке и послание, посвященным элитам в дела управления цивилизацией. Примеров резонанса мы знаем много. Мы слышали такую историю, как солдаты шли по мосту, печатая шаг в резонанс, чем вызвали разрушение моста. Видели, как взрываются бокалы, если на них воздействуют громкой резонансной частотой. На этом видео мост в Волгограде колеблется от средней силы ветра. Достоверность события под вопросом. Колебание шара раскачивает другой шар, приводя его в резонанс. Вот наглядный пример силы звуковых колебаний в поющих тибетских чашах, которые, помимо прочего, могут привести к эффекту закипания воды. Резонанс во многих случаях творит чудеса, которые в обычных обстоятельствах невозможны. Давайте рассмотрим, какие есть средства по работе со звуковым резонансом. Для эффективной работы системы и создания стоячей волны необходимо настроить ее на резонансную частоту. Делается это с помощью вот этих резонаторов геймгольца, хоть 200 лет назад, хоть сейчас. И, как все уже догадались, сходство с купольными конструкциями, так сказать, религиозных культовых сооружений, здесь не случайно. Резонатор по конструкции – это любая емкость с горлышком. Если подуть в пустое горлышко бутылки, то возникает резонанс, который мы слышим как гудение. Частота такого резонанса зависит от геометрических параметров горлышка, длина, сечения и объем сосуда. Геймгольц предпринял попытку даже синтезировать гласные звуки при помощи набора резонаторов, то есть сделал первый аналоговый синтезатор Фурье. Также принципы частотных резонаторов геймгольца использовались и в храмах, только в стены заделывали глиняные сосуды, перевернутые вверх дном, хотя принцип их действия тот же. Далеко ходить за примером не нужно. В том же португальском городе Тамар есть самая старая синагога в Португалии. Синагога стоит еще с 15 века, когда евреев изгнали из страны, но это по официальной истории. Сейчас в синагоге музей. В углах на высоте примерно в два человеческих роста вмонтированы 8 кувшинов, по два на каждый угол. Присмотримся к фото по центру внизу, чуть правее задней колонны, на ней видна пара отверстий. Акустика такой небольшой синагоги действительно интересная для совсем небольшого помещения. Также под многими храмами существуют огромные цистерны, большинство из них неизвестны. Назначение тех цистерн, которые обнаружены, объясняются необходимостью хранением воды. Видимо, считается, что монахи очень много и часто пили. Вот, к примеру, Стамбул, бывший Константинополь. Громадные цистерны под громадным же Софийским собором. А вот цистерны в Звездном форте, так называемой крепость-звезда, который называют португальский ците в марокканском городе Эль-Джадида. Здесь характерны колонны, своды, которые создают прекрасную акустику. Как видно, везде уровень воды минимальный, а также есть горлышко. Обычно горлышко – это колодец на поверхности, то есть цистерны представляют собой классический резонатор геймгольца под храмами. Частота резонанса таких цистерн легко подстраивается изменением уровня воды, который изменяет и объем помещения. Это в точности, как разный тон звучания бутылки в зависимости от уровня воды в ней. Это как на видео с вальсом, левитация создается мгновенно, но только тогда, когда частота совпадает точно и возникает резонанс. Именно таким же образом, путем постепенного заполнения цистерны, добивались резонирующие частоты в храмах-магнетронах, создавая стоячую волну. Способ достаточно простой. Вполне вероятно, что в некоторый момент возникал эффект левитации или, по-религиозному, вознесения. По крайней мере, на множестве картин о вознесении присутствуют звуковые инструменты, что показывает связь звуковых волн и вознесения. Например, вот на этом фрагменте полотна. В Тамплиеровском храме Христа в Томаре, который мы рассматривали ранее, порядка десятка цистерн различной конструкции и размеров. Цистерны расположены и под центральным магнетронным резонатором. На снимке ниже видно круглое отверстие колодца, но оно закрытое. Огромный акведук поставлял воду в промышленных масштабах прямо на высоту верхнего этажа храма. Таким образом, цистерны использовались как настроечные резонаторы для подбора нужной частоты в храмах-генераторах. Для этого достаточно было подобрать правильный уровень заполнения водой из ближайшего акведука. Скорее всего, резонанс в храмах использовался не только и даже не столько для левитации, но определенная левитация как сопутствующий эффект могла быть с технической точки зрения вполне возможно. Субтитры создавал DimaTorzok